Расширенное заседание правительства Приморья по вопросу социально-экономического развития находки состоялось под руководством губернатора Олега Кожемяка. Участники совещания озвучили информацию о социально-экономическом развитии муниципалитета и ходе реализации долгосрочного плана развития города. Прежде всего наша задача продолжать реализацию плана социально-экономического развития, который утвержден правительством Российской Федерации. Он предусматривает и строительство новых объектов, он предусматривает и вопросы, связанные с благоустройством, и с развитием дорожной сети, прежде всего, конечно, развитием инвестиционных проектов. Поэтому наша задача следить за тем, чтобы вовремя было организовано финансирование и со стороны Приморского края вовремя были подготовлены те материалы, которые будут определять уже объемы финансирования, я имею в виду проектосметную документацию. И сейчас мы определились в тех направлениях, которые требуют некоторых корректировок. В частности, речь идет о предоставлении дополнительных средств на модернизацию теплосетей, газификацию, благоустройство пляжей и обустройство гостевого маршрута, ремонт дорог и восстановление детского лагеря. Видим, что здесь активно развиваются непосредственно и предприятия, вот это Находкинский судоремонтный завод, это Находкинский завод минеральных удобрений, строится поликлиника, в последующем начнется строиться стационар, там же школа. Поэтому необходимо строительство арендного жилья, это порядка 320 квартир и полтора миллиарда мы заложим в бюджете уже 2025 года. Этот вариант проверен и он всегда востребован, поэтому мы со своей стороны это поддержим. Кроме того, необходимо в том районе, помимо школы, которая уже идет по федеральной программе, строительство спортивного объекта, какой город определится. Может быть, это будет бассейн, может быть, физкультурно-оздоровительный комплекс. Одно из главных направлений работы в рамках развития муниципалитета – продолжение строительства трассы от Владивостока до Находки. В настоящее время на стадии заключения находится соглашение на дальнейшее обустройство участка магистрали. Олег Завьялов, Диана Иванова, Новости на Восьмом. Диана Иванова, Новости на Восьмом.